Всем привет, Андрей и друзья! С вами Лиха Девятовна. Делайте, сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Happy Room. Как и в прошлом видео, я повторяю, это очень-очень счастливая комната. Мы остановились в прошлом видео на этих четырёх заданиях. И пять попаданий с арбалета на шипах. Вот, ладно, немножко попозже. 15 стрел в подопытного можно, кстати, сделать пока что. 15 стрел в подопытного. Эээ, кто не знает, в чём смысл этой игры. Эээ, смысл этой игры в том, чтобы убивать подопытного. Кстати, вот, в прошлой серии я заметила то, что у нас тут шапки есть. Давайте заменим на арбуз. Какая разница всё равно, у него не меняется. Этой штуки, так что... Так, отлично. Получается, да, так. Я вот это вот уберу, просто, чтобы деньги были. Ну и вот, в принципе, да. Я думаю, что да. Так-с. Так-с. Ну и вот, в принципе, я не знаю, что у нас тут шапки не поместится. Угу, понятно. Понятно. Во! И сейчас поместится? Нет. И сейчас не поместится, да? Ага. Ну ладно, тогда оставим так. Получается, и тут тоже так оставим. Почему бы и нет? И ставим с другой стороны тоже арбалетов. Столько, насколько денег хватит. Ну и можно ещё шипы поставить. Нет, шипы нельзя поставить. Тогда мины. Мину, точнее. Ну, поехали. Ну, не очень получилось, потому что... Мазилы. Арбалеты-мазилы. А если вот так? Ого! Почти 15 стрел! Где? Мы выполнили задание 15 стрел под окном. В принципе, нормально. Одно задание смогли выполнить. Давай, на мини ещё взорвись. Молодец. Давайте до конца посмотрим. Ммм, досмотрели до конца. Получается, на шипах. На шипах. Так, попробуем с порталом что-то тут сделать такое. Чё-нибудь, чё-нибудь, чё бы сработало. Ага. Делаем порталы друг друга поближе. Ам... Ам... Ну, получается так, да. Только вот надо некоторые сюда передвинуть. в принципе один арбалет можно удалить и поставить шипы не знаю как ставить поставлю вот так вот кстати вот здесь вот есть какие-то две стрелки 3 евро что это а я могу улучшать предметы установка на центральной сцене о вот можно установка на потолке и из и боковых стенах не у меня есть еще два улучшения установите на полу и стенах вот это вот понадобится да и можно можно еще взрывается после того как закончился запас энергии вот можно кстати взять отлично но окей пошли пробовать о ладно так получается спасаем шипы попробуем поставить шипы на полу и попробуем таким методом что-нибудь изобрести как попадание е да мы смогли это сделать я научу тебя летать задержать подобного на 15 секунд в воздухе при помощи пулемета nokia и пулемета у меня еще нету так что окей 20 метров на пилах это я еще сделаю я могу сейчас сделать 15 метров на пилах я же знаю что ты не сможешь сейчас так 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 как так так Так-с, 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 получается, это надо ещё вот так вот перевернуть, да и, в принципе, вот всё. И всё равно он как-то умудрился в какую-то, блин, дырку попасть, но вот как ты, блин, так умудряешься? Блин, ты Слендермен, что ли, какой-то, такой тонкий, в каждую, блин, дырку попадёт? А вот в эту дырку он не может попасть слишком широкий. Так-с, окей, я понял, он слишком широкий, чтобы попасть сюда. Ну, а если вот так вот? А если я попробую? Так, окей. Попробуем вот так вот. Ну, у него слишком большая пятая точка, поэтому он не может протиснуться туда, но окей. Ну, давай, ты сможешь. Ага, не смог. Слабак. Вот, дорогие зрители моего канала. Вот чем вы занимаетесь на карантине? Вот я, к примеру, наблюдаю за человеком, который страдает. И тем временем, пока я болтал, мы уже выполнили задание о 20 метрах на пилах. Потому что он забагал. Обожаю баги в таких играх, которые помогают тебе с лёгкостью всё пройти. Подравить им патроны дробовика? Дробовика у меня нету. Установите оружие на блок, блока у меня нету. Нанесите 1000 урона из пулемёта. Короче, мне надо получать урон, чтобы получить... Кстати, можно вот по центру немножечко поставить. Я же улучшил мины, так я могу теперь их по центру ставить. И на полу тоже. О, вот, отлично. Дробовик, пулемёт, блок. Всё, что надо, всё и получил. Щит так. Минутку удалить пол. Может, я могу ещё больше получить? Отлично. Попробуем. Ну, вот, булава и топор получил ещё. А это к плюсу ещё деньги. Отлично. 1000 урона из пулемёта. Так, ну, сперва челлендж установите оружие на блок. Установите оружие на блок, но это я могу. Вот. Пулемёт. 12-2000 урона. Получается, я могу этот блок помогать мне ставить оружие на него, что логично. И так же у меня ещё есть пулемёт. У меня есть чем улучшать? Да, у меня есть чем улучшать. Поэтому я хочу улучшить пулемёт, чтобы я его мог встать на все эти штуки. На все поверхности, короче. Так. Хорошо. 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 Окей. Я понял. Мне надо тут немножко всё передвинуть, так сказать. Может быть, по геолокации что-нибудь сделать. Не знаю, почему геолокация мне пришла в голову. Просто. Ого. Да куда вы его в угол загнали-то? Ой, дебилы. Ну, ладно. Ну, давай. Тысяча урона из пулемёта. Во, молодец. Ага. Так вот как пружина взрывается. Окей. Настя, 2000 урона также есть в задании. Ну, ладно. Я так думаю, на этом мы видео будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. И также в описании под видео я оставлю ссылку на мой второй канал. Этот канал будет... Ну, я на него буду выкладывать всякие видео по ФНАФу. Ну, потому что мне очень нравится ФНАФ. И мне очень сильно хочется его снимать. Но я не особо хочу каждый день выкладывать видео по ФНАФу на свой... Ну, вот этот канал, который вы сейчас смотрите. То есть Ильеха 909. Поэтому я буду все видео по ФНАФу выкладывать на тот канал. Ссылка на этот канал будет в описании. Ну, что ж. А с вами был Ильеха 909. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.